Однажды утром, в конце октября 2022 года, российские оккупационные войска перекрыли улицу в центре украинского Херсона и десятками солдат окружили изящное старое здание. Подъехало пять больших грузовиков. Это была тщательно спланированная, хорошо организованная операция по изъятию культурных ценностей. В течение следующих четырех дней Херсонский областной художественный музей был полностью опустошен. Окупанты суетились как насекомые. Россияне вывозили тысячи картин, поспешно заворачивая их в подручные материалы. В сторону Крыма направились несколько забитых до отказа фур, без номерных знаков. Россия похитила в Украине десятки тысяч художественных ценностей. Это наибольшее похищение предметов искусства со времен Второй мировой войны. Не зря Российскую Федерацию часто сравнивают с нацистской Германией. Много чего роднит Третий Рейх и Россию, и в частности этноцид, политика уничтожения национальной идентичности и самосознания целого народа. Россия хочет не просто оккупировать Украину. Москва имеет целью лишения Украины ее культурного наследия. Во время Второй мировой войны грабежи культурных ценностей происходили на всех оккупированных нацистами территориях. Возьмем, к примеру, Францию. Перед войной значительная часть французских художественных собраний находилась в коллекциях и антикварных магазинах еврейских семей. После капитуляции Франции Адольф Гитлер издал приказ изъять произведения искусства, принадлежащие французскому государству и частным лицам, в особенности евреям. При исполнении этого приказа активны были несколько ведомств, то есть масштабы краж были весьма внушительными. Всего было изъято почти 22 тысячи предметов искусства из 203 художественных собраний. Стоимость похищенного до марта 1941 года оценивалась немцами более чем в 1 миллиард рейхсмарок. В период с 1941 по 1944 через Германию с оккупированных территорий было отправлено более чем 4 тысячи ящиков культурных ценностей. После указа фюрера от 18 ноября 1940 года конфискованные произведения искусства переходили в полное распоряжение спецорганизации ЛИНЦ, задание для которой давал лично Гитлер. Произведения искусства были помещены в хранилище в нескольких замках от Баварии и до Чехословакии. Спустя 80 лет после Второй мировой войны история повторяется. Путин копирует Гитлера до мельчайших деталей, отдавая своим военным и спецслужбам приказы к грабежам культурных ценностей и произведения искусства на оккупированных территориях Украины. Это не спонтанные акты мародерства, когда толпа солдат распихивает по рюкзакам серебряной ложки, а грабление носит организованный характер, санкционированный российской властью. В Херсоне для удобства разграбления целенаправленно перекрывались целые улицы. Был разграблен краеведческий и художественный музей. Четыре дня подряд просто выносились ценнейшие предметы искусства и очень небрежно грузились в грузовики. По словам сотрудника музея, картины закидывали как мусор. Понятно, что настолько масштабная кража была утверждена лично Владимиром Путиным, собственноручно командующим так называемой специальной военной операцией, ибо вывозилось практически все, что имело культурную и историческую ценность. Были украдены тысячи картин, статуи, книг из научной библиотеки. Были вывезены и останки Григория Потемкина. Есть уверенность в том, что останки Потемкина были вывезены по прихоти именно Путина. Видимо, мощи любовника Екатерины Второй носят для него какой-то очень сакральный смысл, учитывая регулярные упражнения в фальсификации истории. Такая практика уже была. В последние годы существования Российской империи духовенство перед наступлением противника эвакуировало кости, а не людей. Недавно Путин упоминал имя Потемкина в своей псевдоисторической речи. В Кремле не устают повторять любимые мифы об историческом единстве украинцев и россиян. Память о завоевателе украинских земель полководцы Потемкине жива для тех, кто хочет воссоздать Российскую империю. Но при этом прямо сейчас российские войска уничтожают именно те города, которые якобы основал сам Потемкин. Для кражи самых значимых экспонатов в Мелитополе подключались эксперты, которые очень осторожно в перчатках и с помощью пинцетов извлекали все самое ценное. В том числе были извлечены золотые изделия скифской поры, изготовленные более 2300 лет назад. Москва вообще всегда с особым рвением охотилась на золото скифов. Вот, например, золотой гребень, предположительно 4 века до нашей эры. Его украшают пять фигур лежащих львов, над которыми сражаются воины. Это украшение – гордость и символ музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Гребень тоже был украден. Незаконно вывезен из Украины. Его обнаружили в 1913 году при раскопках Кургана-Солоха в Запорожской области. Масштабы нынешних культурных потерь можно только представить, учитывая то, что значительные территории все еще остаются оккупированными Москвой. Хочется напомнить россиянам, что правила ведения войны обязывают стороны в вооруженном конфликте защищать и уважать культурные ценности. Согласно Международного гуманитарного права, нападение на культурные ценности или использование их в военных целях запрещено, кроме тех случаев, когда это оправдано настоятельной военной необходимостью. Никакой военной необходимости грабить и уничтожать музеи у Путина нет, но это ему не мешает. Кроме того, стороны в конфликте не должны захватывать и уничтожать культурные ценности или умышленно наносить им повреждения. Они должны препятствовать похищению или разграблению данных ценностей и пресекать акты вандализма. Помимо соблюдения общих правил ведения военных действий, стороны в конфликте должны особо заботиться о том, чтобы избегать причинения любого вреда культурным ценностям, поскольку из-за уничтожения культурных ценностей, даже случайного, все равно страдают люди, народы и общество в целом. Правовые нормы, относящиеся к защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, содержатся в международном договорном и обычном праве, в том числе в Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и двух протоколах к ней, а также в дополнительных протоколах 1977-го к Женевским конвенциям 1949-го. Но разве нужны эти всякие конвенции доблестной русской армии, если прямо сейчас можно разграбить все, что плохо лежит? Нацисты действовали абсолютно идентичным образом, правда, конвенции в те годы еще не существовало. Впрочем, и российские оккупанты ведут себя так, будто никаких законов, прежде всего человеческих или библейских, не существует вообще. Нацисты. Немецкие нацисты были очень яростными поклонниками оккультизма, верили в некую магию, символизм и древние религии. Существовала даже отдельная служба, которая занималась этим направлением и носила название «Аненербе» – наследие предков. Полное название – немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. Организация, созданная для изучения традиций, истории и наследия нордической расы, с целью оккультно-идеологического обеспечения государственного аппарата нацистской Германии. Стоит заметить, что если немецким нацистам приходилось что-то выискивать и подстраивать под свою идеологию, то у России это самое идеологическое обеспечение русского мира существует уже 250 лет. Его сочинила София Августа Фредерико Ангальд-Цербская, то бишь Екатерина Вторая, с помощью фальсификации древней истории Москвы. Это именно она белыми нитками пришила Киевскую Русь к московским болотам. На канале есть об этом видео, ищите ссылку в описании. Во время Второй мировой войны было бы наивно думать, что украинские музеи подвергались разграблению только лишь немецко-фашистскими захватчиками. И вермахт, и советская армия похищали украинские культурные ценности, так сказать, в четыре руки. Советы вывозили экспонаты под предлогом эвакуации. Солдаты вермахта экспонаты почти 200 украинских музеев забрали с собой при отступлении. После падения режима Гитлера Германия возвращала украденное, но не напрямую в музеи, а государством. Таким образом, десятки миллионов экспонатов осели в столицы СССР Москве и не были возвращены в Украину. За 30 лет независимости Украины в музей вернули чуть более 150 тысяч украденных экспонатов. Но это капля в море. Уже после Второй мировой Россия вывозила культурные ценности из Украины эшелонами. Российские археологи, которые работали на раскопках, забирали наиболее ценные находки на выставки или исследования. И эти артефакты никогда уже не возвращались в Украину. Россияне воруют культурно-исторические ценности всегда и везде. Причем самым циничным и гнусным образом. В 1918 году Красная армия под руководством Михаила Муравьева несколько недель грабила Киев. Его дело продолжили уже советские чиновники. Так в 1934 году вывезли уникальные фрески и мозаику Дмитрия Солунского XII века. Сопротивление в условиях сталинских репрессий было бесполезным. Артефакты россияне вывезли якобы на временную выставку. Невероятными усилиями в Киев удалось вернуть лишь часть фресок. А мозаика Дмитрия Солунского, украденная в Украине, до сих пор находится в Третьяковской галерее. Какая наиболее известная, знаменитая ценность, похищенная немцами в СССР? Пожалуй, это легендарная янтарная комната, которую до сих пор так и не нашли. А все, что связано с ней, окутано таинственностью. Украденное нацистами сокровище предназначалось для музея фюрера в Линце. Поэтому для его вывоза в начале октября 1941 года в Пушкин, бывшее царское село, прибыли два офицера-искусствоведа, выполнявшие особые поручения Гитлера. Как установил спустя 40 лет подполковник разведки штази Пауль Энке, занимавшийся поисками янтарной комнаты, посланцы фюрера в середине октября 1941 года демонтировали и вывезли янтарную комнату, которая до конца войны должна была храниться в подвалах Рижского замка, откуда потом ее надлежало отправить в Линц. Однако гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох и директор художественных собраний Кёнигсберга крупнейший специалист по янтарю доктор Альфред Раде попросили Гитлера на период до создания музея в Линце выставить янтарную комнату в Кёнигсбергском замке. Разрешение было получено и в ноябре 1941 года сокровище отправилось в Кёнигсберг. Далее она именовалась как Малая Янтарная комната, которая впоследствии перевозилась из замка в замок. Однако после след ее загадочным образом затерялся, а поиски сопровождались загадочными событиями. Было много искателей этого сокровища, много слухов и легенд. В 1987 году известный немецкий искатель янтарной комнаты Георг Штайн якобы напал на след янтарной комнаты и решил дать по этому поводу пресс-конференцию. Однако накануне загадочным образом погиб. Существует несколько предположений того, где может находиться янтарная комната. Но, с вашего позволения, мы не будем в это углубляться. Если говорить о грабеже музеев немцами на территории Советского Союза, то до войны в СССР было 992 музея. Половина из них, 427, оказавшиеся на оккупированной нацистами территории, серьезно пострадали, были разграблены, а некоторые оказались полностью разрушены. Точных цифр культурных потерь до сих пор нет. Дело в том, что государство после войны подсчетами утрат целенаправленно не занималось. В Министерстве культуры СССР не знали даже, сколько похищенных культурных ценностей нашли на территории поверженной Германии. На территории Украины, оккупированной после 24 февраля 2022 года, Россией разграблено или уничтожено более тысячи объектов, содержащих культурно-исторические ценности. Среди них около 40 музеев. Это только то, что известно на данный момент. Россияне ведут себя аналогично нацистам. В Херсон приезжали целые делегации из музеев оккупированного Крыма для осмотра предметов искусства. И впоследствии эти самые ценности были вывезены именно на полуостров. Если затрагивать тему Крыма, то можно только представить, какой культурный ущерб нанесен за 9 лет оккупации. Например, можно вспомнить Ханский дворец, который целенаправленно и цинично уничтожается оккупантами под видом так называемой реконструкции. Вывозятся и заменяются на новодел аутентичные деревянные конструкции и уникальная черепица. Практически с полной уверенностью можно сказать, что в Ханском дворце также украдены и культурные ценности. Понятно, что тема эта настолько обширна, что перечисление украденного и нацистами, и россиянами выйдет далеко за рамки одного подобного видео. На данный момент известно о 15 тысячах уникальных предметов искусства, украденных российскими оккупантами только лишь в одном Херсоне. Предстоит большая работа по документированию ворованных ценностей на освобождаемых от россиян территориях и работа по выявлению заказчиков и непосредственных исполнителей, виновных в этих гнуснейших преступлениях. Какой была послевоенная судьба украденных во время Второй мировой войны ценностей? После 1945 года предметы искусства, изъятые у немцев, были перемещены союзниками из укрытий в различные центральные пункты сбора, после чего ценности были сфотографированы и каталогизированы, было проверено их происхождение, и они были возвращены законным владельцам. В случае с СССР ценности вывозились в Москву, да там и оставались, не возвращаясь, например, в Музеи Украины. В немецких архивах, учреждениях культуры и музеях по-прежнему находятся объекты культурного назначения, незаконно присвоенные нацистами и прежде принадлежавшие евреям. По оценке исследователя трофейного искусства Гюнтера Вермуша, национал-социалистами на захваченных территориях было похищено от 3 до 5 миллионов предметов искусства. До середины 1960-х годов примерно 80% произведений искусства было возвращено, после этого отмечались лишь единичные случаи возврата. Если исходить из самых скромных оценок, это означает, что 500 тысяч произведений искусства до сих пор не возвращено их владельцам, или же, соответственно, их наследникам. Эти цифры касаются конфиската на оккупированных территориях. Прибавьте к этому числу количество объектов искусства, конфискованных в Германии в процессе так называемой ариизации еврейской собственности, а также изъятия из государственных собраний в ходе пресловутой акции под названием «Дегенеративное искусство», когда нацисты боролись с авангардной живописью и скульптурой. Какая судьба ожидает украденные русскими у Украины ценности после войны? По словам генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне кандидата исторических наук Юрия Савчука, в общей сложности россияне ограбили более чем 1180 объектов. Также он упомянул о сожженном музее в Иванкове, Киевской области. Кадры уничтоженного музея художницы Марии Примаченко увидел весь мир. Слава богу, что картины удалось спасти. Кроме того, историк предположил, что культурные потери выше, чем об этом написала влиятельная Нью-Йорк Таймс в своей статье. Эвакуация ценностей, как называют свой грабеж россияне, это очень сложный процесс, и многое могло быть утеряно во время перемещения предметов истории и искусства. Однако, по поводу возвращения ценностей в Украину, эксперты полны оптимизма. Украина имеет все необходимые юридические рычаги, не только для возмещения потерь, но и для возвращения всех артефактов в Украину. Также не нужно забывать, что такие преступления не имеют срока давности. Цивилизованные страны намерены создать трибуналы по этому поводу, а также оказать всевозможную поддержку и помощь в возврате предметов в Украину. По большому счету, без украденных повсюду экспонатов, именитые российские музеи попросту опустеют. Сотни лет их фонды пополнялись именно краденными артефактами. Россияне свозили их с оккупированных территорий, в том числе в значительной части и из Украины. Русские совершенно гнусным образом воюют против украинской идентичности, которую представляет культурное наследие. И тот факт, что они грабят музеи, абсолютно вписывается в логику войны против украинских ценностей, против украинского наследия. Они не только грабят, а в некоторых местах сознательно разрушают музеи. То есть это война против украинского культурного кода и против ценностей украинцев. Россияне могут сколько угодно пытаться ограбить украинские музеи, пытаться украсть территории, но они никогда не украдут души украинцев. Украина настолько ментально и духовно далека от этого гнусного и бесчеловечного русского мира, который пытается навязать Москва, что совершенно непонятно, на что рассчитывает оккупант. Завалить Украину пушечным мясом и одержать пирову победу, сжегши в пламени войны сотни тысяч русских солдат и перечеркнув будущее России, все это Москва получит сполна, кроме победы. Спасибо, друзья! Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заходите к нам на Патреон, там лежат дополнительные видео. Пользуйтесь новой функцией Ютуба-спонсорства. Также напоминаю, что мы есть в Телеграме и Твиттере. Все ссылки в описании. Присоединяйтесь! Всем украинцам скорейшей победы! Слава Украине! Субтитры подогнал «Симон»!